Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политбюро. Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Сегодня вместе с нами будем заседать. Гарри, здравствуйте. Здравия желаю Политбюро, рад стараться. Шикарный вид у вас. Спасибо, спасибо. Я вот только что думал. Я-то привык к этому виду. Для меня он так ничего не значит. Это как у тебя вид из окна твоего дома. Ко всему привыкаешь, к хорошему очень быстро. Но этот вид меня не утешает, потому что я переживаю, что происходит в Украине. С украинцами все мои товарищи сейчас там. Делаю все, что возможно. И волонтеры, и воины. Чтобы Украина побыстрее справила, отпраздновала свой день победы. Гарри, но можем говорить о том, что события, они разворачиваются стремительно. И последние несколько недель военно-политическое руководство Украины, военные эксперты говорили о том, что вот наступит день, когда начнется вот эта битва за Донбасс, которая по сути может и решить исход этой войны. Эта битва, по оценкам нашего военно-политического руководства, уже началась. Сколько она может продлиться? Каким будет ее характер? Потому что есть определенные сравнения и со Второй мировой войной. Но хотелось бы услышать ваше военное компетентное мнение относительно всего происходящего именно сейчас в Украине. Ну, в основном битвы длятся столько, сколько люди дерутся, столько, сколько они хотят драться. Брать, учитывая то, что украинцы хотят драться, они дерутся за свою землю, за свои дома, за своих близких, то люди русские, то есть с русской стороны, и я говорю, это не российские, а русские. Я специально это делаю, потому что это они придумали только в русском языке, что есть русский и Россия, и русский и России нет. Есть американцы, есть украинцы, есть итальянцы, есть немцы. Нет двойного значения. Это русские. Может быть, они по национальности не русские, но они русские. А у русских нет этого понятия, за что они дерутся. Они не могут понять, за что они погибают. Они понимают, в чем делать. Там, откуда они пришли, там нет ни дорог, ни больниц, ни туалетов, ни горячей воды, ничего нет. А за что они дерутся? Какой мир они приносят? И пример таков и украинцы еще раз доказали, что когда греческий адмирал перед своими моряками сказал, что завтра будет большая битва, и персов в 30 раз больше, чем нас, победим мы. Это однозначно. Потому что мы свободные люди. Вы завтра будете грести, как свободные люди. Вы будете грести за своих жен, за своих детей, за свою землю. А они рабы, они прикованы к палубе, и мы их потопим. И так и случилось. Греки потопили весь персидский флот, и выиграли. Поэтому и уже Украина это показала один раз, и второй раз. И сейчас она покажет третий раз это, что не могут они просто так нахрапом взять, как бы они ни бомбили, как бы они ни... Мариуполь это один из примеров. Уже спартанцам надо отойти в сторону и взять второе место. по этому. Как там дерутся. Как показывали украинцы, как они были в Донецком аэропорту. Эти типы. Это все показатели. И я думаю, что в конце концов весь мир это увидит, и весь мир начнет занимать позицию Украины, и эта битва закончится. Но на данный момент, конечно же, разгорается такой украинский Сталинград. Решительная битва. Но пока что мы видим, что сегодня первый день. Конечно, по-первых, нельзя решать. И я всегда говорю, что нельзя недооценивать своего врага. Но сегодня пока что они не продвинулись. И мы уже видим, что авиация не так действует, российская, как начально. Потому что она могла делать все, что она хотела и творила. И против нее как бы сильно никто не мог противостоять против ракет. Но самолет избивали, потому что у вас авиация тоже функционировала, чтобы было тоже удивительно, что Россия не уничтожила всю вашу авиацию и всю вашу противовоздушную оборону, и локаторы, и так далее. Что вы еще сопротивлялись вначале против авиации. Но сейчас уже видно, что они совсем так. Очень осторожно действуют, и ракеты сбиваются. Значит, оружие поступает к вам. Я все равно говорю, что этого недостаточно и поздновато. Но лучше поздно, чем никогда. И мы видим, что уже все-таки, конечно, у вас и точечные оружия уже больше, и беспилотников больше. И мы видим, что американские switchblade, вот эти камакадзе действуют. Сейчас они уже начинают придумывать, что они потопили Москву, флагман. Поэтому мы видим, что Украина начинает все больше и больше действовать тем оружием, которое ей поставляется с Запада. Ну и надеюсь, что это еще больше будет, что будут все-таки дальнобойные орудия, скоро вступят в бой. И противоартиллерийские орудия вступят в бой, которые будут гасить российскую артиллерию, чтобы она перестала наносить такие вот инфраструктурные разрушения в Украине. И, конечно же, продолжать сжечь их броню всю. Конечно, то, что нам предоставляют вот эту военную помощь и противники Российской Федерации, это все прекрасно учитывает, наверняка берет во внимание. Вы говорите о том, что еще рано делать какие-то промежуточные выводы относительно вот той битвы, того сражения, которое сейчас в эти минуты идет полным ходом. А на какой день, возможно, нужно делать какие-то определенные выводы? Ну, с военной точки зрения, что говорит военная искусство? Ну, военная искусство говорит, допустим, я могу сказать с военной точки зрения, что российский флот теперь, у него зубы и когти повырвали в Черном морском бассейне. При потоплении, уничтожении крейсера «Москва», они теперь с открытой жопой, как говорится, в Черном море, и в нее можно попасть... Будем отхлестывать по полной эту отхлестку. А, да, да, можно доказать. Поэтому они убрали оттуда, они догадались хотя бы, вот где-то догадались, не знаю, где они там прячутся сейчас. Они понимают, что Черное море простреливается, у них нет чем прикрыть это место от украинцев. И поэтому, может быть, они прячутся под Керченским мостом, я не знаю. Но вот это можно определить, вот это победа. Понятно, что они никуда не продвинулись, ничего не сделали. По-первых, сложно судить. Будем судить по тому, когда перейдет Украина в наступление. Если она начнет наступать быстро и жестко, то, конечно... Ну, нужно же иметь чем наступать, относительно наступательного оружия. Вот это тут у нас загвоздка. Мы не можем знать, сколько наступательного оружия уже поступило Украина, сколько поступит. Сможет ли Украина продержаться, пока все это будет организовано. Опять же, мои протесты в том, что это надо было делать раньше, когда кричали, когда мы с тобой кричали и выступали про это. Но что же делать? Уже это не случилось, не случилось. Будем надеяться, что Конгресс наш вернется на этой неделе и быстро проголосует. И президент Байдена уже будет в безвыходной позиции, должен будет подписать лайн-лис. И тогда все пойдет на помощь Украине с борьбой, как шло с фашизмом. Теперь пойдет с борьбой с расшизмом, что он не сможет больше шантажировать ядерным оружием или химическим оружием. И тогда мы сможем уже говорить, что украинцы стали наступать, и они стали двигаться. Когда это точно произойдет, я не знаю. Ваши военачальники наверняка просчитывают это и продумывают. Но сейчас надо, конечно, поизматывать российские войска, чтобы размечить их. Опять же, потому что пока вы в обороне, это легче. Когда ты ходишь в наступление, это тяжелее, потери могут быть больше. Это рискование. Это операции, которые рискованы. Сейчас вы продолжаете очень грамотно это делать. Как русские продолжают делать это неграмотно, так вы продолжаете это делать грамотно. То есть они пытаются вот так нахрапом в лобовую пробить плеш в ваших редутах, а вы мобильно передвигаетесь и лупите их со всех сторон. И изматываете их войска, и наводите конфуз, и деморализуете боевой дух. Все верно. Пока что это так у вас срабатывает, и честь и хвала вам. Поэтому будем надеяться, что в скором вы сможете перейти, и тогда мы уже будем говорить. Вообще-то я люблю говорить о победе, в день победы, в день парада победы. А до этого никогда нельзя недооценивать своего врага. Ну и переоценивать тоже себя не стоит. Поэтому, как говорят нас на Брайтоне, будем посмотреть. Но пока что, я думаю, что весь мир восхищен вами. Весь мир восхищен вами, и весь мир начинает верить в то, что победа – это за вами. Если некоторые из нас сразу знали, что вы победили уже до начала даже войны, вы уже победили. То есть сейчас уже люди, даже дилетанты, даже те, которые в этом не участвуют, даже те, которые как бы принимали российскую сторону или ставили на Россию, сегодня понимают, что победа за Украиной. И поэтому начинают давать оружие, начинают давать много чего, и давление общества. Вот вчера я был на собрании республиканской партии во Флориде, в штате Флорида, и там выступали, и уже люди там понимают, что да, Украина – это держава, Украина – это сила. Гарри, ну обязательно, мы в этом уверены, наступит тот день, который выйдет в историю как день нашей победы в этой российско-украинской войне. Но прежде, чем мы будем отмечать этот день, вот сейчас та тема, которая действительно популярна, и многие ее обсуждают, даже гадают. А будет ли Путин применять тактическое ядерное оружие? И если да, то как отреагирует коллективный Запад? Я думаю, будет, если запад, коллективный Запад будет показывать слабость. Я думаю, если коллективный Запад покажет силу и покажет, что их этим не запугать, то он подумает несколько раз, применять это или нет. А если мы будем все время молодушничать и пытаться с ним договориться, пытаться его владежать с чем-то, ну пусть, ну хорошо, ну пусть возьмет Запорожье, пусть возьмет Мариуполь, может, на этом он успокоится. Нет. Он пойдет дальше. Он будет идти дальше, как и все. Он не успокоился с Чечнёй, он не успокоился с Грузией, он не успокоился с Крымом, он не успокоился с Донбассом, с чего, с Сирией, с чего вдруг он сейчас должен будет успокоиться. Надо уже понять, что Аляска тоже когда-то принадлежала России, а в Калининград тоже ему надо пробивать проход туда. Понимаешь, это когда он, а иначе он начнет ядерную войну. Давайте сразу все сдадимся ему, не будем сопротивляться. Мы все будем ходить под российским флагом и кричать «Слава Путина!». Зачем проливать кровь тогда, если мы уже заранее знаем, что если он будет применять ядерное оружие, то мы сдадимся. Тогда мы ему дадим иметь то, что он хочет иметь. Он тогда сразу к этому и перейдёт. Гарри, так, возможно, необходимо уже сейчас нанести определённый превентивный удар? Я считаю, что нужно это было сделать давным-давно. Я думаю, что как только мы... Я думаю, что это надо было сделать в 91-м году. Добить Советский Союз. Я думаю, что это надо было сделать точно в 14-м году. Не дать ему ничего, никакого Донбасса, никакого Крыма, и сразу, чтобы международное общество собралось и дало ему по зубам. Я думаю, что не надо было повышать цены на нефть, снимать санкции с Северного потока. Много думают, что надо было тогда сделать, но тогда никто не слушает тупых трампистов. Теперь, конечно же, уже ситуация вышла из-под контроля, и теперь надо рисковать. Теперь надо уже давать ему по зубам, как следует, всему мировому обществу и сказать, что мы его не боимся. А, конечно же, надо было это делать всё раньше. Говорят, народе хорошая мысля приходит она опослят. Но, увы, те масштабы, те вызовы, которые сейчас, и те жертвы, которые уже есть, конечно же, их и не восполнить, но, да, необходимо действовать жёстко. Это то, о чём говорит и президент Украины Владимир Зеленский. Но международное сообщество действует так, как оно может. Мы хотим, конечно же, большего. Но это всё время происходит в мире. Я надеюсь, что вы не повторите ошибки Израиля. Когда на Израиль нападали, они отбивали, все ставили на арабов, что израиль, опять же, их намного меньше, чем арабов. У тех миллион солдат, а у израильтян только там 200 тысяч. Но всё равно израильтяне отбивали и захватывали территорию арабов. И весь мир начинал «Нет, нет, нет, остановитесь, не надо, отдайте обратно им всё, что у них отвоевали». И израильтяне каждый раз под давлением, мировым давлением, это делали. И что это делали? Давали передышку своему врагу, через несколько лет они опять на него нападали. Дадите сейчас передышку России, оставить её в покое. Она перегруппируется, соберётся силами и нападёт на вас опять. Даже если Путин умрёт, придёт какой-то либерал или неолиберал к власти, он успеет опериться и потом дальше... Опять вернётся на свои. Это случилось. В 2014 году дали надо сразу. Уже теперь у вас выхода нет. Надо добивать его. Надо этому дракону все бошки подрубать. Иначе он вырастет новый и нападёт на вас опять. Это исторически известно и это понятно. Но говоря языком, этого же дракона мочить в сортирах. Мочить в сортире надо, да. Потому что я тебе скажу так, что пока Россия не развалится на несколько частей, пока она не развооружится, пока она не отдаст, не сдаст всё своё ядерное оружие или не уничтожит его, не отдаст или не уничтожит всё своё наступательное оружие и начнёт работать над своей экономикой, над своей инфраструктурой, над улучшением уровня жизни своих граждан, строить больницы, научные исследовательские институты, изобретать что-то, создавать, созидать что-то. Она всегда будет опасностью не только для Украины, но вообще для всего мира. Поэтому пока мы этого не добьёмся, над нами всегда будет висеть эта угроза, и угроза ядерной войны, биологической войны, химической войны, угроза нашей жизни и жизни нашим детям. Если мы сейчас их не добьём, то они добьют наших детей. И своих тоже. Ну что же, Гарри, план действенный, ясный понятием, надо реализовывать. Ну, как говорят у нас, что мы сейчас в такой ситуации, знаешь, откуда я, то, что пули меняет в голове очень много, даже если она попала в жопу. Поэтому я думаю, что сейчас людям надо понимать, что, думать, что мы в опасности. Ну что же, и на такой ноте очень, даже, скажем так, оптимистичной будем завершать, Гарри Тапов, капитан первого ранга ВМС США в отставке, был сегодня вместе с нами на Политбюро, позаседали мы на славу, а далее, кто скажет, до работы. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok